Сегодня у нас предвыборная встреча. Вот все партии, они проводят предвыборные встречи. Мы тоже проведем предвыборную встречу. И вот зачем. Считается, что за последние 20 лет количество психически больных в России увеличилось в 8 раз. Это не случайно. Потому что именно на сведение с ума, на расщепление сознания, на шизофренизацию населения рассчитаны все выборные технологии. Ибо в здравом уме и светлой памяти довольно сложно людям делать такой вот выбор. Следовательно, есть какие-то специальные механизмы, технологии и приемы по сведению населения с ума. Чтобы они в безрассудном состоянии принимали такие решения. Сейчас. Так нормально? Все, да? Заработало. Считается, что управляет обществом тот, кто умеет производить впечатление на толпун. Впечатление слово очень своеобразное, очень знаковое. То есть буквально впечатывает свой образ или свою программу в мозге народа. Вот что такое впечатление. И управление толпой, а из нас за последние 20 лет именно постарались сделать толпу, а не народ. Управление толпой осуществляется путем отлаженной системы внушений. Я хотела как раз сейчас представить вам, как это делается и как общество вот сегодня переживает очередной гиберспектакль, очередной предвыборный спектакль. Мы уже прекрасно знаем за эти 20 лет, что сами выборы это имитация, по сути дела, что результат давно расписан, известен, что мы только приходим или не приходим, подтверждая собой народ или бездействует, или вот выходит на выборы. Не важно, но заранее просчитанные проценты, заранее предписанные Кремлем проценты за каждую партию мы получаем вне нашей воли и всякого действия. Но, что интересно, что имитацией является не только сам процесс выборов. Имитацией в нашем обществе сегодня стала и предвыборная партийная пропаганда. Вот это, конечно, уже своеобразная находка новой власти. И если даже на Западе все-таки каждая партия старается убеждать в чем-то своем, впечатлять толпу и народ в том, что они реально хотят сделать, то у нас это все элементы спектакля. Давайте посмотрим. Вот сейчас существует на арене, на цирковой арене нашей выборной, четыре ведущие партии. Партия власти «Единая Россия», «Справедливая», «КПРФ» и «ЛДПР». Они партии «Думские», у них больше всего шансов прорваться в Новую Думу. При этом уже известно, что, скажем, «КПРФ» при опросах, получающих 45% голосов избирателей, 45% голосов избирателей по предварительным соцопросам получает «КПРФ». Но ей в Кремле, лично Зюганову, обещано 18%. Обещано. Могут меньше дать. Надо быть послушным. Другим оппозиционным партиям тоже уже расписаны проценты. При этом московский комсомолец не так давно опубликовал информацию, что 65% голосов в пользу «Единой России» требуют сейчас от Москвы, из Кремля. И Собянин в интервью московскому комсомолцу, у нас даже и мизансцены этих спектаклей не сильно скрываются, он говорит, «Ну да, по работе префектов мы будем судить по голосованию жителей Москвы». Если голосование будет низкое, значит, плохо префекты работают. Конечно, плохо. Пусть форсифицируют, пусть подтасовывают в голосах. Все правильно. То есть такие цифры предварительно существуют. И если это так, то зачем партиям вообще агитация? А агитация нужна, чтобы, во-первых, сымитировать, что выборы все идут по честному, и на Запад показать картинку, да и внутри тоже. Ведь партия власти каждый раз должна создавать видимость своей легитимности. У нас выбор народ, говорят они. Но с другой стороны, вот эта имитация пропаганды, агитации даже оппозиционных партий, она тоже очень выгодна власти. Потому что люди вот в этот предвыборный месяц особенно погружаются все избиратели в состояние эйфории. Вы проводили над собой эксперимент, кто смотрит телевизор, включая предвыборные дебаты, или выступления лидеров наших оппозиционных партий. Обязательно вы переживали минутки, когда у вас возникала симпатия, когда раскрывались ворота подсознания, и вы были готовы им поверить. Почему? Потому что четко расписаны роли в этом огромном предвыборном спектакле агитации. Вот «Справедливая Россия». Она очень продумана, уже давно излагает идею справедливости. Идея справедливости – это любимая ключевая мысль русского народа. «Можно терпеть невзгоды, голод, болезни, разруху, но все должно быть справедливо». «И вздымается гнев, когда нарушается справедливость». Вот эту идею приватизировала партия «Справедливая Россия». И ее главный мотив для избирателя – это сделайте нам справедливо, сделайте нам по правде. И какие же лозунги? Все по правде, очень конкретно. Прогрессивный подоходный налог, чтобы богатых изымали больше. Социальные льготы населению, чтобы все делить поровну, чтобы доставалось инвалидам и бедным, и богатым поровну. То есть принципы социализма, поддержка малоимущих за счет богатых, льготы для малого и среднего бизнеса, а как же? Только олигархам. Все распределяется по справедливости. А какой возникает эффект? Я сама на себе проверяла. Я все это, как кролик, провожу эксперименты сам на себе. И вот возникает чувство такой вот глупой надежды, такой радости светлой, что вот это будет. И как будет хорошо. Не будет тревоги о завтрашнем дне. Не будет постоянной заботы о хлебе насущном. И все-таки, может быть, всем дадут жилье, и мы сможем его все-таки купить. Вот эта надежда на будущее, она охватывает людей среднего поколения, которые все время живут в постоянном невзгоде и в постоянном поиске средств существования, которые не имеют никаких социальных лифтов, как сегодня говорят, возможности заработать, продвинуться. И вдруг он открывается. У вас все это будет, мы это все вам дадим. Что это такое? Это состояние мгновенной эйфории. И эта мгновенная эйфория, минута счастья, она запоминается, как такое чувство благодатное, светлое, и отпечатывается сознанием. И человек, который получил вот эту минуту счастья, он помнит о ней и с ней идет на выбор. Что КПРФ? КПРФ работает по другому сценарию, немножко откорректированному. Но 20 лет тянет одну и ту же, играет в ту же дубу. Это эйфория, возбуждение эйфории, тоже минуты счастья, о счастливом, настоящем, прошлом. Это как бы голова повернута назад, но назад в очень хорошую жизнь. Мотив в данном случае, мотив для голосования, мотив для избирателя. Верните нам все, как было. И лозунги КПРФ, посмотрите, они более масштабные, чем у «Справедливой России». Они обращены уже не к конкретному человеку. Вернем, восстановим великую державу, сделаем мощной армию военных, обеспечим всем, чтобы они защищали страну. Укрепление, возвращение прав трудящихся, конечно, рабочим крестьянам, всем вернем права. Это, естественно, бесплатное образование. Да, а как и что это будет делаться? Ни «Справедливая Россия», ни КПРФ ничего не называют. Почему? Нет, источник она от КПРФ назвала. Ну да, поделим с олигархами ренту. Давайте не будем сейчас. Нет, не мешай. Проговорю все свое, потом будем с вами дискутировать. Так вот, в основном-то обещается. И вот эти обещания, они все повернут назад. Верните нам все, как было. Люди, которые живут воспоминаниями о прошлом, это в основном старшие поколения. Не зря говорят, что у КПРФ довольно мало, хотя есть, но мало приверженцев молодых. И здесь главная минута счастья основана на воспринимании ушедшей счастливой жизни. О том, что, кстати, даже серое прозябание тогда, сегодня вспоминается действительно, как очень благодатная и очень сытая, спокойная жизнь. И, мы знаем, ни инфляции, ни выроста цен, ни в какой-то квартплаты, если бы чудовищно ничего не было. И, значит, это минута счастья. И люди, которые переживают, слушая Зюганова, вот эту эйфорию, они с этой впечатленность в себя мыслью идут к избирательному участку. Идут голосовать. То есть, перед нами четкое разограничение, не перехват, а разделение одних избирателей вот вам, других вот вам, чтобы не болталась там какая-то часть, непонятно кого, которые скажут, никого не хотим, даешь перемены. И вот третья наша оппозиционная партия ЛДПР. Казалось бы, она-то почему-то разговаривает. Так вот, она тоже ловит избирателей на крючок эйфории. Но это особая эйфория. Уже 20 лет Жириновский очень грамотно и профессионально воздействует на свой электорат, приводя его в эйфорию от панта и мести. Он возбуждает в избирателях желание вот так вот, ну, немножко по кукольному, но взбортоваться. Вы посмотрите, какие у него агрессивные лозунги. Как он всех разматывает, обличает, брызгая слюной с экрана. Он носитель вот этой ролевой идеи бунта и мести. Причем это было очень хорошо видно, скажем, первое его избрание и всей этой вот фракции в Думу, где он тогда получил очень большой процент голосов. Когда вот жители Пенза, например, это на моих ушах было, шли и говорили, они, то есть власть нам устроили, но мы им тоже устроили. И голосовали за Жириновского. То есть это желание устроить им. Это желание сбунтоваться. Ну, поскольку люди-то сами в основном и трусоватые, и поязливые, и у них какие-то свои страхи есть за семью, и сами они реально ничего не хотят и не могут, но они могут присоединиться к бунтарю. Вот таким вот образом. И идея присоединения к бунтовщику, она делает человека тоже счастливым. Почему? Ну, потому что он тоже вот маленький обыватель, который сидит и всего боится. Завтра уборит с работы, завтра повысит квартплату. Что будет, не знаю, старость беспросветная, у детей будущего нет. А тут он присоединяется к людям, которых боится власть, которые пугают власть. И он тоже чувствует себя сильным. И он чувствует, что его тоже боятся. Это счастье. Это кратковременная эйфория. Побыть в среде бунтовщиков, повоевать, пострелять со стороны, с одной стороны баррикад. И таким образом, эта партия захватывает часть электората нашего, который хочет показать власти, а вот мы какие. А мы вас не боимся, а мы тоже сильные. Все это так. Но когда, какую же эйфорию может внушить гражданам России, единая Россия, за которую сейчас все-таки довольно большой процент избирателей голосует. Я уже не раз и писала, и говорила, что власть, когда применяет выборные технологии, особенно по-телевителю, она использует активно 25-й кадр, воздействие на подсознание, незаметное самых разных образных рядов. И при этом, вот эта бессмысленная часть электората, которая не думает вообще, не способна ни к чему, вот это болото, оно стабильно составляет 32-35% происходящей голосовать. И это не только у нас. Это проверено выборными технологиями на Западе многократно. То есть они получают механически, чисто технически, 32-35% голосов в свою пользу, только потому, что захватили экран, который смотрят все. Бабушки, дедушки, подсевшие на сериалы, и в этот сериал впихивают 25-й кадр, и человек тупо идет. Доходит, кидает, и все. Он счастлив. Но Единая Россия может получать там и 50% голосов. Значит, какие-то 10 или 15% с фальсификациями она получает реальных голосов людей. Откуда они? Чем мотивируются они? Как они переживают свою минуту счастья? А это тоже счастье, вы знаете. Есть такой мотив. Эйфорию, на которую ловит. Единая Россия своих избирателей. Это эйфория, это минута счастья от постоянства и стабильности жизни. Конечно, к этому, к этой минуте счастья нас подталкивают. Подталкивают постоянным запугиванием под тем же средством массовой информации. Нам все время показывают катастрофы. Нам демонстрируют тела погибших людей. Нам рассказывают про попавших детей и про покинутых стариков. Нам про болезни страшные то и дело рассказывают. Какие-нибудь редкие ног у нас есть. И каждый начинает их искать у себя. И вот это все возбуждает дикие страхи перед переменами, перед потерями, перед утратой того, что есть. Да, сегодня есть, но все очень плохо, конечно. Но жилье вроде как есть, еда есть, плохая, но есть. Дети вроде живы, не пропали без вести. Ну так чего еще желать? И вот это минута счастья перед постоянством жизни, перед стабильностью. А вспомните, что и так давно это слово вброшено было. Да, у нас стабильность, у нас не застой, у нас стабильность, у нас, да, трудно, плохо. Но это стабильность. Это не случайно вброшенное слово. Оно работает на эту часть избирателей, которые переживают свою минуту счастья в том, что они будут устроены, и ничего больше не надо. Не надо, чтобы было хуже. И из всех зол, они осознанно, как они считают, выбирают золо меньше. Так что перед нами тоже технология, которая определенное стадо избирателей отгоняет вот за эту загородку. Вот в этот хлебушок отдельный и наши избиратели идут голосовать за Единую Россию, боясь перемен к худшему. Ну, что интересно, каковы же главные обещания Единой России? Обратите внимание, они отличаются от всех обещаний оппозиционных партий, потому что Единая Россия сейчас ничего не обещает, кроме того, что она уже делает. Она все делает прямо сейчас, в прямом эфире, под светом софитов. И вот это так называемое делание, почему оно возникло? Во-первых, Единая Россия уже обожглась на обещаниях. В 2008 году Единая Россия выпустила манифест Единой России, где обещала, что к 12-му году у каждого гражданина будет отдельное жилье. На самом деле это просто читать обхохочешься, что все будут иметь работу и приличную замечательную зарплату и работу по душе. И даже обещали построить трассу Москва-Токио и Анадырь куда-то там. Ну все это, как вы знаете, осуществилось, да? И чтобы не пролетать больше так, когда пришлось прикрываться кризисом внезапно грянувшим и под кризис все это отменить, то Единая Россия делает все в прямом эфире в рамках вот этого самого предвыборного спектакля. И что она делает? Ну вот повышение зарплаты пенсии сейчас прямо в прямом эфире произошло. Все там по 12% свои по 300 рублей получили, да? Строительство детских комплексов, да пожалуйста, у нас теперь введено новое спортивное пристрастие, введено бадминтон, тоже в прямом эфире. И увидели, как играют. И сразу все школы начали закупать этот, в общем, очень дешевый вид спорта. Открываются в прямом эфире детские лагеря оздоровительные. Правда, очень было забавно, когда Путин сказал, что вот как хорошо у нас на Черноморском побережье два детских лагеря. в Калининграде теперь открылся один детский лагерь. И надо теперь еще сделать один на Дальнем Востоке и один в Поволжье. Вы помните, да, советское время, где этих детских лагерей было у каждого предприятия видимо-невидимо, а тут посчитали. Но главное, что это, во-первых, в прямом эфире, а во-вторых, у большинства электората, кроме электората КПР отключена историческая память, потому что покорчевывание исторической памяти, стирание того, что было пять, шесть, десять лет назад из памяти человека, это технология, которая необходима при удержании политической власти, нынешней власти в общем. Ну и, конечно, в прямом эфире раздают материнский капитал, его, правда, в регионах не раздают, я знаю, денег нет. Объясняют, нету денег в детей. Да. Это, конечно, оснащение больниц, и вот эта изумительная была сцена, Путин получает консультацию врача районной больницы в Твери. Шел, разделся, все как положено. Проверьте, вот у меня рука доктора. Жаль, что он не спросил доктора, доктор, я умру, а тут бы ответил, а как же. И вот что это? Это тоже технология. Если все остальные обещали, так мы все, всем уже даем и практически уже раздали. Итак, постоянство, мотив обывательского счастья, который очень настоятельно и упорно в качестве стабильности политического строя впаривают избирателю с тем, чтобы он полюбил Единую Россию, голосовал за нее. И мы знаем, что на протяжении многих лет нам устраивали как имитацию выборов, так получается, что и имитацию пропаганды, где голоса расписаны, результаты известны, и наши оппозиционные партии, по сути дела, просто валяют дурака перед нами, обещая то, что никогда жизни не исполнят и не дадут. Прекрасно знаю, что их никто не допустит. В своем большинстве, допустим, справедливая Россия получит 50% голосов избирателей. Кто это допустит? Нарисую все равно 10. Обещать можно все, что хочешь, но не то, что хочешь, а то, что тебе предпишут, чтобы не было соревнований, чтобы четко поделить эти стада, и чтобы не было вот тех болтающихся без дела, не присоединившихся к оппозиции людей, которые составляют взрывоопасный элемент выборного поля, которые могут выходить на площадь после выборов и говорить, мы не выбирали никого из вас. Это опасный взрывоопасный элемент, и как раз его по сценарию Кремля четко распределяют между оппозиционными партиями. Почему мы еще подозреваем, предполагаем, что Кремль предписывает в оппозиционном партии определенную сферу обсуждения прогресса? Да просто потому, посмотрите дебаты, что никто из них никогда в прямую не критикует лично руководителя и не требует расследования их дел, их действий. Ведь последний страшнейший скандал, который всплыл на днях, о передаче 10 миллиардов евро Евросоюзу для помощи бедным, страдающим, изможденным Италией и Грецией безвозмездной помощи нашей процветающей, богатой, надрывающейся просто жиру весь лопающейся страны России, это никого не волнует совершенно, никого из оппозиции. Все совершенно увлечены выборной агитацией и абсолютно им неинтересно, что 10 миллиардов уплыли чьи-то чужие руки безвозмездных. Значит, все договорились, значит, есть, вот все критикуют теорию заговора, а как это назвать? Это и есть теория, вернее, даже не заговора, а сговора, сговора, который направлен против нас с вами, вот этого избирательного массива, массы, которую потихонечку, целенаправленно сходят с ума. А нам надо сохранить здоровый рассудок, нам дальше жить и после окончания этого спектакла. Вся технология имитации выборов и предвыборной пропаганды, она основана на эксплуатации врожденной доверчивости русского человека. Ведь мы этим очень сильно отличаемся от западноевропейцев, от американцев, от восточного азиатского человека, врожденная доверчивость. Почему? Русский человек бытийный человек, он не собственник, и для него собственное мнение, в отличие от европейца, не является собственностью. Вот почему европеец, если он пришел к какой-то позиции, точки зрения, он на ней стоит всю жизнь, потому что это его собственность, и он ее будет защищать так же, как собственный дом. И его очень трудно стронуть с места, и именно поэтому, скажем, на западе существует целая технология, как обхитрить твоего собеседника и навязать ему точку зрения, потому что он будет сопротивляться изо всех сил. А вот русский человек не будет сопротивляться. Его обхитрить это, в общем, очень легко, потому что русский человек, ему интересна чужая точка зрения. Он обдумывает ее. Он в любой момент откажется от своей. Да тем более мы сегодня так лишены традиции, лишены архетипов своих, вернее, мы их в основном растоптали и забыли, что вот этот механизм защиты, он не срабатывает. И доверчивость открытость русского человека позволяет им манипулировать гораздо наглее и безнаказаннее, чем в Европе. Мне музыка мешает. Закройте свои телефоны, я реально встану и испортю все настроение. Не надо. Не надо. встану и так мы принимаем все обещания, которые нам дают, на веру. Мы же не требуем ни от Сергея Миронова, ни от Геннадия Зюганова, ни от Жириновского, во-первых, того, чтобы они исполнили, что раньше обещали, во-вторых, доказательства, как вы это сделаете. Нет. Нет, мы все это слушаем, глобуем и переживаем свою минуту счастья. Нам, для чего эта пропаганда и дана, чтобы мы почувствовали себя на минуту счастливыми, помечтали, а я прошу, руки о будущем, а третье месте тоже счастье. И вот эта вера, такая вера, доверчивость, открытость, она строится на трех очень, я бы сказала, низменных человеческих инстинктах. Первый инстинкт, когда нам обещают, вы будете иметь множество благ. Это нам обещают все. Здесь срабатывает эффект желания как можно больше приобрести достатка сытости хоть какой-то, ну чего-то, чтобы было, а не пустые полки дома и не пустые кошельки. Второй инстинкт, когда нам говорят, ваших угнетателей и паразитов мы накажем. Это тоже здесь срабатывает инстинкт вместе. И все сегодня аплодируют этим людям, даже если это Единая Россия, мы накажем, всех посадим, коррупционер должен сидеть в тюрьме, и третий инстинкт, который работает на самом дешевом и смешном обещании. Мы сделаем все это сами, вам ничего для этого делать не надо. Вот это палпе тоже очень нравится, потому что это состояние покоя и безответственности. можно можно сидеть в зрительном кресле, смотреть в телевизор и смотреть, как нам убеждаться, что нам что-то делают для этого. А вам там покажут, делают, вот смотрите, уже сажают, вот смотрите, уже раздают благо, все, все нормально, все в порядке. мы зрители на этом спектакле. И наши низменные чувства, желание иметь, чтобы нам это дали, желание отомстить, но чтобы это сделал кто-то за нас и желание ничего при этом не делать, они эксплуатируются в предвыборных агитационных спектаклях и все больше и больше массы людей примыкает к состоянию зрительского бездействия. Общество, в котором мы живем, таким образом, мы можем назвать сегодня обществом спектакля. И не случайно, совершенно не случайно, что одним из главных действующих лиц в этом спектакле, в великом спектакле, длящемся 20 лет, являются посмотрите, кто является кумирами нынешними экранами, актеры, режиссеры, певцы, телеведущие. Вот они в большом котле, смешанном с политиками, и формируют у нас вот этот праздник жизни, на который мы смотрим из темной кожи. При этом применяются четко отлаженные технологии, во-первых, отключение мышления. Вообще потрясающе, как у нации высокоинтеллектуальнейшей, имеющей самый высокий процент образованных людей с высшим образованием в мире, имеющим потрясающие технологии, умеющим думать, потому что лучшая философия это в России, интуитивная философия, основанная на прозрениях, самые крупные открытия это в России. И вот этот интеллектуальный эту мощь вдруг очень быстро облапошили и сумели у огромного количества людей, в том числе особо образованных, потому что я сейчас приведу пример, почему, отключить мышление. То есть когда они идут к этим уровням, они ни о чем не думают. Минута счастья для них самое главное. Как это происходит? я почему говорю о том, что у самых образованных можно отключить мышление, потому что это проводили исследования по результатам обмана МММ. Смотрели кто, каков социальный состав вот этих людей, которые несли свои деньги, зная, что они в любой момент их могут потерять. То есть здравый смысл должен был их остановить. Простой расчет должен был остановить, а они несли. Так вот, 67% из принесших деньги были служащие с высшим образованием. А самый меньший процент был у работянка. Рабочий. Почему? Да потому что рабочий своими руками заработал, вот это. Да. А все остальное мошенничество. Хотя вся вроде бы реклама была нацелена на Леню Голубкова. Да? А Леня Голубков как типаж он прошел. Прошли образованные люди. Так что отключение мышления у страны произошло. И вот это огромное количество сериалов и постоянно сменяющих друг друга новостей способствуют отключению мышления. Чем больше человек смотрит телевизор, чем больше он читает газет. Вот прочитайте МК, допустим, подряд и комсомолку. Вы дуреете сразу за один день. Потому что куча всяких маленьких заметочек на одной полосе. Вы закроете и забыли, что читали. Вам это уже даже неинтересно и к чему все это. Время провели. Точно так же действует телевизор. Отключается мышление и человек не может думать, не умеет разучиваться. Второй момент, который формирует общество спектакля, который готовит нас к этой курне голосования, чтобы мы проголосовали, это возбуждение в плеске чувств зрителей. Такое нахлынуло и ты задохнулся тем, что переживаешь виденное на экране. А что тут? Это как правило страшилки, катастрофы, аварии, трупы, погибшие дети, кровь, много крови. И вот последний факт, очень в этом смысле показатель, когда отключено мышление, зато очень много эмоций, очень много скорби, чувств и переживаний. Это катастрофа и от сорок. Помните, да? У нас же несколько недель все время показывали оплакивающих родственников, воспоминания о хоккеистах, о какими они были парнями, о каком они хорошими были парнями. Но ведь речь не о том, о как произошла катастрофа. И кто виноват? И почему 23 катастрофы только в последний год, а 5-6 лет назад было 8? Но этим никто не занимается. Мышление отсекается, вопросы аналитические снимаются, зато работает чувство. И это чувство затмевает собой все критические вопросы. Еще момент, который создает общество спектакля, это воздействие на воображение зрителя. С нашим воображением работают все 20 лет гораздо умелее, чем в советское время. В советское время психику граждан берегли. Это я вам скажу. Там заботились о том, чтобы зритель был нормальный. Там на экранах должны были быть не уроды, а нормальные люди. Посмотрите, какое количество сейчас страшенных лиц у нас на экранах. Это просто пропаганда уродства. А это тоже сведение с ума. Нельзя смотреть долго на уродов. Итак, воздействие на угрожение зрителя это когда говорят с вами такое тоже может случиться. Это как раз подготовка к электорату приведения в состояние электората Единой России. Смотрите, бойтесь перемен, потому что может случиться такое. И начинают показывать такое. Пропавший ребенок, автовария, крушение поезда Сапсана и так далее. И все это требуется для переключения внимания. Мы с вами говорили сейчас о катастрофе Яг-40, когда переключение на эмоции без отключенного мышления. или вот скандал с 10 миллиардами евро в пользу ЕС, нашей милостыне Европы, она ведь не переносит в скандал. А в это время больше всего внимания уделяется чему? А вот придет Лужков на допрос в Следственный комитет не придет. А ведь это совершенно не зря такое внимание к Лужкову. Во-первых, борьба с коррупцией, все, Единая Россия будет со скоростью. Но второе, там соединяется, столкновение вообще происходит двух мощных чувств. Одна часть населения любит Лужкову, но и о благодетельствии. Вы знаете, у нас повальная любовь пенсионеров к Лужкову московских, и спасибо Лужкову, и там это Лужковское, и зарплаты Лужковские, и так далее. Это чувство любви и благодарности оно сохраняется. А второе, это вот идея мести, чувство мести. Ага, попал, ну вот будет телеволюка. Вот это столкновение двух чувств, двух сильнейших эмоций, оно захлестывает переживания нашего избирателя, наших зрителей. И что там 10 миллиардов евро справа сплавили? Что подумаешь полбюджета страны? Ну какая разница? Тут главное посадят, не посадят. Вот что такое переключение внимания? Переключение внимания от преступлений века на мелкое частное воровство. Хотя в больших масштабах 13 миллиардов рублей это тоже много. Но что интересно и парадоксально, на сегодня установлены экспериментальным образом, потому что все мы это полигоны экспериментов на самом деле, больших, крупных экспериментов по заниманию мозгов человечества. И по переделке мозгов человечества так сказать, чтобы все были квадратные такие, правильные, а-ля Обама. И вот исследователи установили, что на подсознании человека, на подсознании избирателя работает не только украшающая реклама. Смотрите, какой он великий, какой большой, как много сделал. Нет, раздражающая реклама тоже работает. При этом приводят пример, когда одна фирма увеличила, резко увеличила продажу рубашек, когда одел эти рубашки на экранах телевизоров необычно красавцам мужчинам, как главодный журнал она представляет, а урода одноглазого, кривого, косого, ну рубашечка за то, как сидеть. Значит, раздражающая реклама тоже имеет свой эффект. И действительно, мы раздражаемся появлением включен на экране порой, да, мы смеемся над ним порой, мы говорим, как они нам надоели этот Грызлов там с Матвиенко. Но, но, почему же за них голосуют? Почему же их знают и почитают? Эта идея силы. Дело в том, что психологический эффект от этого такой. Если их так много показывают по телевизору, да, они надоели, но их много показывают по телевизору, значит, они сильнее нас, они победили, значит, нам их не преодолеть, надо смириться. Но, здесь, по сути дела, вот такая установка, она тоже основана на народном воображении. Воображении, что кто-то сильнее, силен, что кто-то могуч или умен. Допустим, о, как говорится, кратно. Вы знаете, что такое говорящая голова на экране? Она возбуждает, говорящая голова на экране, когда она одна, и все слушают вперед, она возбуждает древний архетип, древний архетип первобытного человека, потому что в традиционном обществе в состоянии, когда кто-то говорит, а я его слушаю, это состояние, это роль отца, вождя, начальника, то есть роль человека, которого я не могу ослушаться, не могу плюнуть ему глаза за вранье, не могу дать ему пошире, он выше меня по своему статусу, и он говорит, а я молчу, а что такое телевизор? Телевизор голова Владимира Владимировича говорит, а я молчу, я сижу рядом, телевизор смотрю, в крайнем случае могу выключить, но он от этого говорить не перестанет, и сделать я с ним ничего не могу, и срабатывает архетип, он сильнее меня, он выше меня, он умнее меня, я же не могу его приметь, а следовательно, следовательно, господа, я должен ему подчиняться, и поэтому даже раздражающая реклама, когда много говорящего Дмитрия Анатольевича у нас, говорит он сущие пустяки, но все равно он умнее меня, у меня работает древний архетип, послушание говорящий человек, который я не могу помнить. Итак, мы с вами поняли, как с нами работают сейчас, вот прямо сейчас, prime time, как они любят говорить, и к 4 декабря общество в вышалевшем довольно-таки виде подойдет к своим избирательным урнам, чтобы голосовать так, как уже разделено или распределено. Но впереди у нас президентский выбор, и надо подумать и прикинуть, а как работает технология на президентских выборах, технология овладения электоратом, а по сути дела, эта технология является техникой несменяемости власти, и всякий раз применяется с большим искусством, надо сказать, и большой фантазией, жестокой фантазией, применяются разные способы приведения его снова к креслу, чтобы оно не успело от него остыть. Итак, давайте посмотрим, вот такой сделаем обзор всех этих технологий начиная с 2000-го года. В 2000-м году, при смене тысячелетия, нам к власти Ельцин за ручку привел человека белое пятно. Белое пятно. И сам по себе вредный. И мысли его мы не знали, и дел у него никаких не было, кроме уголовных. Ну и быстро закрыли. И что? Это была самая лучшая из технологий по внедрению человека, которого никто не знает. Эта технология называется раскраска белого пятна. Когда каждый из нас доверчивых русских людей мечтает о своем правительстве. Один о справедливом, другой о дунном, третий о честном, четвертый о добром, пятый, чтоб жену любил, не гулял налево. И так далее. И вот каждый белое пятно красил по-своему. И придавал ему те черты, которые хотел в нем видеть. Поэтому соцопросы этого времени показывают, что избиратель представлял Путина очень разным. Ну очень разным. Это как будто речь шла о десятках совершенно незнакомых и разных людей. Но фамилия была одна и мелчество тоже. Значит, эта технология успешно сработала тогда. Но беда в том, что такая технология работает только один раз. А потом пятно начинает в раскрашенном виде проступать некоторые очертания. Но для того, чтобы в 2000 году привести пустое место белое пятно, нужно было еще одну серьезную применить технологию. Эта технология называется старая чеченская война. Начиналась она, правда, взрывами домов в Москве, но закончилась войной. И войну это тогда в 2000 и 2000 году поддержали 54% избирателей. Представляете, 54% хотели мести. И работала, по сути дела, идея Путин «Народный защитник от терроризма и всяческих несчастей». Вот это идея народного защитника. И есть та мысль, которая привела Путина к победе в 2000 году. Это технология. Технология гиперспектакля. Что такое война в Чечине вторая чеченская? Это помните ночной полет Путина к своим избирателям в Чечне к солдатам. Правда в это время в Чемберлойской долине брошенные не смогли подойти подкрепление к нашим спецназовцам. Они все были брошены на охрану аэропорта Путина. И наши спецназовцы, 16 человек погибло без подкрепления. В одно и то же время. Об этом писала новая газета. Это я не сочиняю. Но это все жалкие обрывки большого гиперспектакля, который сам по себе впечатлил. И главное, он дал этот конечный блистательный результат. Это победоносное шествие, победу над всеми остальными конкурентами. Что дальше? А дальше был 2004 год. И в этот 2004 год нужно было остаться у власти. Тогда подбирались новые ключики. Война в Чечне провалилась к этому времени. Мы стали дальниками клана Кадыровых. Таким образом, мы потерпели там реальное поражение России. И дальше нужно было как-то тасовать эту колоду предвыборных технологий, выбирая что лучше. А что лучше? Вот был выборный сценарий Путин борец США и с империей зла. Был такой сценарий. И Путин даже какие-то писки протеста допускал против действий Соединенных Штатов на мировой арене против некоторых бомбардировок. Было такое, но быстро погасло. Потому что, видимо, переговоры прошли удачно. Или идея Путин победитель международного терроризма. Это уже акции совместно с США. Буквально только что враждовали, сразу же стали вместе бороться с терроризмом. Это после определенных событий. Путин защитник страны от олигархов. Вот что в 2004 году действительно сработало. Потому что сначала были еще перед этим изгнаны Кусинский и Березовский. А тут подоспел Ходорковский. И дело Ходорковского оно блистательно сыграло на 2004 год. Потому что вот вам олигарх матерый, действительно вор. И посаженный в тюрьму он был прекрасной картой борьбы с нашими поработителями. Эти выборы прошли в тюрьму. Но грядет 2008 год. Что делать? Как? Понятно, что оставаться у власти хотелось, но не получилось. США настаивали и пришлось искать преемника. Но ведь и преемнику нужен соответствующий имидж. Ведь преемник тоже белое пятно. И его надо как-то раскрасить в одном направлении. Стали подбирать. Ну вот преемник Путина защитник народа в беде. Вот такое ценности. Как он мог существиться? Надо заказать катастрофу. Тогда это сработает. А катастрофу заказывать опасно. Их и так очень много. самопроизводных. И любая катастрофа может превратиться в страшный бунт. Поэтому тут не решить применить подобную технологию. Хотя вот помните землетрясение в Армении? Ведь на чем основана популярность Рыжкова? Он принял три жесточайших закона. Сейчас говорят о всяких других наших деятелях советского времени, которые развалили страну. А ведь наши перестройщики должны были очень благодарны Рыжкову. Он принял первые экономические законы, благодаря которым все наши спекулянты и мелкая шелупонь, кравшие денежки потихонечку там, все стали частными предпринимателями. Это с него началось. А на чем его бешеная популярность? И до сих пор у нас у всех это впечатление, это слеза навертывается от спитака, когда он приехал в Армению и действительно был по-человечески потрясен до страшной катастрофы. И плакал. Человек оказывает, человек, плачущий правитель, вы такого еще не видели. И вот помнит население до сих пор и до сих пор уважает. то есть катастрофа для политтехнологии выборной очень выгодная вещь, но заказывать ее больно. Приемник Путина борец с русским фашизмом. Было предложено и такое. Но в это время еще было достаточно много русских в России, но сейчас тоже. Это может сработать на популярность русского национализма, поэтому дальше предварительных лозунгов дело не пошло. И даже более того, Путин стал делать обратное заявление, что вот где мы с Дмитрием Анатольевичем оба русские националисты. Мир обмер от этих заявлений. И еще была очень выигрышная технология преемник Путина борец с наследниками Ельцина. Вот я думаю, что зря они все-таки это не применили. Можно было посадить дочку Ельцина в тюрьму и выиграть на этом все. Все. Всех. Всех победить. Но видимо очень большие обязательства. Очень. И ведь Ельцин к этому времени так своевременно скончался. И уже лично перед ним никто ни в чем не обязан. И вот тем не менее при всей заманчивости этой технологии, при том, что безусловно предлагали использовать, это не пошло. Не пошло. Обязательств много. Все они обязаны своим взлетом этих белых малей на вершину российского олимпа Ельцину и видимо его дочке. И поэтому не прошла технология. Что же прошло? Остановились на очень простом методе. Просто сделали Медведева наследником царя батюшки Путина. это очень ловкая, хорошо продуманная, подсознательная технология. Почему подсознательная? Ну потому что Путина назвать царем нельзя. Ну неприлично. Народ и взбутуется. А вот потихонечку делать его как бы царем. Вот типа царем. Да? Это можно. Как? Резиденцию построить Константиновский дворец. Он же царский. Ну почти что царь. Да? Дальше яхту почти что штандарт построить. Тоже царское. Типа царь. Прием организовать где? В тронном зале Зимнего дворца. Где нибудь. И прошествует так вот посреди всех. Ну естественно и кремлевские залы. Они тоже царские. То есть создается все окружение царское. Царь батюшка. А у него что? Наследник. А наследник посмотрите один в один. Маленький. Хорошенький. Играет айфон, твиттер. Цыплят придет на птицеферму и цыплят на ручке держит. И смотрит на них умильно. Хорошенький мальчик. Умный. С образованием. Ничего что опыта мало. Научится. Научится. Царь батюшку научит. И действительно эта технология прошла. Эта технология как была осуществлена. Папа Путин везде возит сынка с собой. И на саммит ЕС. И на переговоры. И на встрече с президентами мальчик учится. Вот смотрите к выбору научился. вот это сработало. Но опять же обратите внимание все работает только один раз. Дальше нельзя повторять. Потому что кое-какие вещи мы подсознательно помним. И говорим а тут уже нас обманывают. Это на наружении пройдет. Поэтому каждый раз нужно изобретать что-то новенькое. и второе был момент очень тяжелый психологический момент для нашего президента Путина когда он стал премьер-министром. Он психологически был сложен тем, что вдруг царь-батюшка оказался на вторых ролях. И политтехнологи были вынуждены в тяжелейшем оказались в положении. Ну представьте о себе. Нужно показать второе лицо так показывать все время показывать а то забудут. Кто знал допустим при Путине премьер-министра Зубкова? Ну кто о нем знал? Кто его показывал наравне с президентом? Нет никто. Поэтому надо показывать каждый день. А то забудут. А как показывать если он второе лицо? И поэтому нельзя было их показывать вместе на одних и тех же мероприятиях. Потому что очередность должна была соблюдаться. И тогда Путин второй. Нельзя было показывать его отчитывающимся перед своим наследником. Потому что тоже как бы нехорошо отчитываться тому, кто породил наследника. Там много было чего нельзя. и тогда родилась гениальная идея. У наших политтехнологов в Кремлёвске все гениально. Вы знаете, что гений это вообще понятие не русского происхождения, а еврейского. Это так сказать ветхозаветная такая вещь. Вздымает гений это носитель какой-то божественной идеи. они говорят о ты гений я гений. Так вот гениальные наши политтехнологи придумали технологию тандем. Не думайте это не журналисты изобрели глядя на мытарство двоих в одной лодке или в двухместном кресле. Нет это политтехнологическое прозрение. Что такое тандем? Это техническое устройство на одной оси. Когда два устройства этих на одной оси зависят друг от друга и одно без другого работать не может. Ну лучше это конечно тандем велосипед. Всем наглядно все видно. Если уж ехать то вдвоем если уж лететь в кювет то тоже вместе. Поэтому тандем здесь прекрасное изобретение которое стало применяться активно и в тандем стали показывать как? Сначала одного потом другого по очереди. И уже поскольку они на одной оси одно устройство но двухместное и уже без разницы кто вначале кто кто потом. Мы этот сериал наблюдали уже 4 года наблюдаем 4 год именно в виде сериала каждый день чтобы не забывали каждый день идет определенное соревнование тандема потому что если один встречается с тоярками другой идет к шахтерам если один с врачами то второй с учителями все соблюдается равновесие если один принимает президента другой премьер министра но один поет другой танцует этого тоже не дали все поделено все равномерно чтобы никто никому подножку не поставил но определенная соревновательность конечно была и каждый из членов тандема все понимали все таки каждый сам по себе отдельный человек и каждый мечтал от второго сиденья как можно скорее освободиться возникали даже но все время слухи что вот поссорились вот ругались это очень очень нравится зрителям да в нашем царстве спектакля потому что каждый надеется ну сцепятся друг с другом не буду говорить то кого пожрет да но факт то что будет у нас расчищено поле нет нам демонстрировали тоже вы может быть видели это технологически наблюдали грамотно идут вместе на горнолыжном кулорте друг от друга независимы рядом одинаковые как братья или сидят рядом на концерте не важно кто там первый кто второй рядом сидят смотрят или военный парад вы помните последний военный парад вот уж ребята совсем как говорится изнахрадились сели развалились перед военными и получилось что они принимали в общем какую-то порабощенную армию проводили сквозь строй и равнодушно глядели по ее голове ну страшная картина конечно для гражданина своей страны очень страшная картина однако наши надежды оказались тщетными тандем пустоян никто жрать друг друга пожрать друг друга не смог и хотя попытки были дело в том что под господина Ледведева создавалась партия правое дело углавясь Прохоров это должна была быть социальная база для выборной президентской кампании уже не тандема а отдельно Дмитрия Анатольевича но партию эту быстро взорвали изнутри изгнали Прохорова я думаю что силами Анатолия Борисовича Чубайса который прежде владел душами этой партии и кошельками и вернул к себе снова свои души кошельки во всяком случае это надежда Дмитрия Анатольевича рухну и мы к президентской кампании новой приходе уже с новыми технологиями и с новыми уже заранее выбранным президентом посмотрите снова как работает спектакль вот он начался фактически в сентябре съезд Единой России видели 10 тысяч зал весь рукоплещет ну согнали студентов которые очень удивлялись зачем мы здесь и как мы сюда попали но конечно и был костяк Единой России безусловно вот он собрался не зная зачем что будет делать потому что это была загадка даже для Грызлова и посмотрите как это все напоминало помпезность в свое время КПСС четкие сценарии никаких отклонений заранее известная руководителем матрица что будем делать и рукоплескания овации полная единодушная поддержка народа вспомните как у нас выступали цель шахфорд качиха учительница и здесь все в тем сначала Карелин борец чемпион мира аминский чемпион воплощение русской силы русская сила склоняет голову перед нашим Владимиром Ильичем потом Машков Владимир Машков лицедей прекрасно исполнил сцену любовь любовь народа затем Лахова это символ русских женщин это огромная так сказать часть электората и она передала эту любовь к женщинам очень артистично и наконец Шахтер как на съездах КПСС который сказал что все путем жизнь наладилась при Владимир Владимирович то есть вот эти матрицы сохранены и при этом все еще новое одно на этом съезде состоялся дворцовый переворот да дворцовый переворот как писала газета Wall Street Journal на следующий же день после событий на швезде Единой России состоялось публичное отречение Дмитрия Анатольевича Медведева от президентства что такое публичное отречение это дворцовый переворот то есть не выборы выходите на выборы соревнуйтесь не обсуждение гласное кого мы больше любим нет поставили перед фактом и он вынужден был отречься вот это этот момент он у нас в общем осуществлен впервые и это говорит о том что ресурсы ресурсы партии Единая Россия этого клана правящего они стремительно иссякают потому что приходится уже прибегать к весьма серьезным закулисным переменам которые становятся все равно а почему ресурсы иссякают это стало видно из соцопроса про гримыш у нас устранил весной 25 реформ глазами россиян соцопрос проводила российская академия наук институт социологии то есть сослаться на какую-то предвзятость было сложно и что они обнаружили около 70 процентов опрошенных считают что нужно было избежать шоковой терапии осуществленной в 90-2000 годах это первое то есть большая часть страны отвергает реформу 60 процентов считают что цель этих реформ состоит не в преодолении экономического кризиса которого не было а в осуществлении алчных задач самих реформатов 60 процентов это очень высокий цифр это то самое народное большинство перед которым вроде бы демократия должна склонить голову в результате опроса зафиксирован быстрый рост среди россиян извините приходится пользоваться терминологи именно грант на Россию я люблю больше этот термин институт социологии больше большой рост среди россиян чувство агрессии что вот из этих цифр еще поражает что лидером по негативу стало отсутствие уверенности в завтрашнем дне 60 процентов оброшенных а довольство эпохой ельцин оброшенных и бедево высказали 10 процентов населения это статистически очень точно потому что 10 процентов у нас известно преуспевающих награбивших и нажившихся и 90 процентов чисто материально 90 87 процентов составляют нищие бедные и крайне нищие но среди этих цифр есть потрясающие я уже говорила что чеченскую войну вторую чеченскую войну одобряли когда она была в разгаре 56 процентов на чем не победил а вот сейчас в результате опроса считают что обе войны это было поражение России провал России 90 процентов 90 процентов опять же это провал политики действующей власти или несправедливость происходящего утверждают 74 процента россиян которые говорят что люди их национальности проиграли в ходе реформы а самое главное как они пропустили такой вопрос 60 процентов опрошенных испытывают время от времени желания всех перестрелять всех перестрелять четыре года назад таких было всего 28 процентов то есть с одной стороны мы видим как власть то о чем я говорила в начале нашей встречи с одной стороны мы видим что власть толкает таких людей на избирательное поле чтобы они жириновского испытывали эти чувства счастья от бунта жириновского вроде как виртуально присоединялись к нему но с другой стороны их всех туда не засунешь не уловишь они как раз образуют тот ту группу населения которая скорее выйдет на улице когда рано или поздно таким образом нам вроде бы выстроили культ личности безвлекой личности но культ этому культу личности придали все черты великого человека победителя войны большой победителя кризиса который мы сейчас говорим что мы уже вышли из кризиса и вообще у нас кризиса не было так как назад там все страдают и мучаются а у нас все нормально победители во всем а на самом деле на самом деле растет и недовольство и желание всех перестрелять и оценки самые трезвые вот у этого самого электората который идет и вроде бы голосует за них трезвые оценки давайте давайте еще посмотрим что сейчас спешно делают для того чтобы попытаться продлить это счастье сделать несменяемую власть сохранить ее за собой ну еще 12 лет 6 плюс 6 а потом новый тандем и еще 36 значит попробовали сделать технологию смены вымески когда партия единой россии партия жуликов и воров сильно проваливалась по всем соцопросам учредили народный фронт фронт само по себе слово фронт это борьба борьба с кем фронт это противостояние если есть фронт народный должен быть еще какой-то фронт чужой чужеродный его нет провалено таким образом само понятие с кем бороться или с нами с нами народный состоит из народа а там сплошная номенклатура тоже провал и в этот народный фронт очень с большим трудом загоняли все-таки участие они морщились кривились записывались но ничего не дели и таким образом технология смены вывески она по сути провалена как бы ее не демонстрировали сейчас с экранов это провал над ним смеются и получается что грубая имитация причем смены вывески имитации этой выборной власти она не состоялась остается таким образом два шанса два шанса накануне президентских выборов что это за шансы все успеть сказать потом пусть я исполнил на свет первого правительства и договоренности с ним это первый шанс он от нас независим и второе самого схваления ну не получается народный фронт не поет дезерант все все понимают значит надо хвалить себя как состоялся подкуп он состоялся Кристин Лагард председателем ВФ была недавно в России продиктовала что делать в России эти договоренности о том что резервный фонд и фонд национального благосостояния на сегодня будут находиться под контролем МВФ и распоряжаться им нельзя будет без разрешения международного валютного фонда эти договоренности состоялись это сенсация это мошенничество международного мирового масштаба потому что эти деньги которые выходили больше 60 долларов за баррель складировали там в США что-то там с ними делали в этих фондах крутили безусловно под 1% а теперь выясняется что их брать нельзя что мы договорились с МВФ и вот кусок еще большой из этих денег мы передаем безвозмездно только что в бедствующие умирающие гибнущие Европы это значит что подкуп состоялся что эта плата за новый срок она на лицо но помимо этого надо же и здесь сохранять каким-то образом свой культ личности свой имидж какое слово хорошо что оно иностранное имидж великого человека и так возникло вы знаете это безысходность это уже трагедия человека и памятника когда приходится хвалить себя вы помните началось это когда было произнесено рак на галерах рак на галерах работает на всех нас да было такое но то что произнесено было дальше потрясло все странно я процитирую дословно когда владимир владимирович сказал потрясающую фразу я говорит что то не припоминаю я что то не припоминаю чтобы послевоенные советские лидеры работали так много как мы с Дмитрием Анатольевичем может быть они и хотели бы работать но они не знали что делать и потому не могли желание у них не было и воли у них не было тоже ну страшное признание и страшное сама по себе форма самовосхваления вы поймете поставить себя выше Иосифа Иосифовича Сталина сегодня при том как Сталина почитает вся страна как человека неподкупного деятельного спасшего страну при всех его репрессиях при всех минусах при всех страшных в биографии и историях ну это это уже край это или это психологический край больше уже ничего не осталось таким образом мы к нашим президентским выборам приходим к ситуации когда власть уже просто начинает сама себя рекламировать и хвалить потому что никто вокруг этого делать уже не очень хочет и при всех технологиях президентское президентские выборы чреваты одним вот они затеяли спектакль у нас 20 лет 20 лет идет спектакль перемена декорации кельцину шоу появился новый фигурант фигурант хорошее слово просится продолжение фигурант дело но при этом нужно помнить что если это общество спектакля то спектакль должен рано или поздно кончиться для нас психологически это не жизнь это спектакль и он должен иметь и кульминацию и развязку и потом начаться новый спектакль ну да это что-нибудь другое это то над чем погорел Горбачев который что он просто надоел помните никто не стал зубачев защищать такой был энергичный столько сделал для страны столько всего обещал с народом общался в отличие от этих за ручку целовался обнимался надоел спектакль надоел прискучит даже тем зрителям которые испытывают минуту счастья даже тем лишенным мозгов избирателям которые живут сегодняшним днем что-нибудь покажите что-нибудь новое дайте чего-нибудь интересное это мы уже видели вот этот момент очень опасный в том числе и донат для нас да этот спектакль должен кончиться и мы идем к его кульминации потому что кульминации еще не было и эту кульминацию все понимают что он должен кончиться спектакль в том числе и кремль в том числе и так называемая сегодняшняя элита и все политические силы которые пытаются взаимодействовать и управлять страной а если так то кульминацию уже начинают просчитывать чем должен кончиться этот спектакль он может кончиться в кульминации либо войной война все спешит начнется новый спектакль либо спровоцированным преждевременно бунтом когда всех зачистят вот эти 60 процентов которые хотят всех перестрелять и зачистят и начнется новый спектакль новой жизни и третье новый дворцовый переворот то есть чтобы элита действующая элита удержалась у власти она должна подготовить в этой кульминации смену декорации и другого своего выдвиженца вот это три варианта к которым мы подходим неудержимо и стремительно потому что к этому подводит психология электората которому 20 лет или 12 лет прежде всего крутят один и тот же спектакль с разными с разнообразными развлечениями но один и тот же с одним и тем же фигурантом и это надо мы с вами живем в интересные времена интересные они для нас потому что подлецы подличают сволочи сволочуют а честные люди остаются честными и не сгибаем хотя их немного как их немного мы с вами хорошо еще тем слава богу что сохранили трезвость мышления и поэтому собираемся здесь и обсуждаем нашу будущее жизнь и счастливые времена это тем что спектакль скоро закончится но надо не дать допустить затеять новый гиперспектакль а ввести все-таки Россию в русло настоящей живой русской жизни спасибо большое